Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Сейчас вы услышите сенсационную информацию. Я просто вам поставлю видео, которое сегодня мне кто-то, скажем так, скинул. Эта информация, закрытая пока, она не публиковалась, по-моему, ни в каких вообще, скажем, интернет и так далее, платформах, потому что она была записана изнутри помещения. А чем же эта сенсация? Значит, один министр, ну я так полагаю не один, но речь сейчас про него пойдет, вызвал к себе всех производителей крупных корпораций металлистов. То есть, кто металл, прокат, вот это все дело. А вот что и главное, как он им говорил, ну и, конечно же, что конкретно он им говорил, это немыслимо, это просто, я просто в шоке. По-хорошему, я ликую, я не просто рад, я, даже я такого не ожидал. Напомню, что 6 марта я публиковал видео мое, которое называется о новых мерах правительства, которые направлены на поднятие экономики впервые за 30 лет. Так вот, в этом видео от 6 числа марта я говорил, тогда еще ничего такого не было, но я только предполагал, я говорю, как бы я поступил, что необходимо срочно принимать, какие меры, потому что ситуация-то аховая. Это что такое? Еще год назад, когда не было никаких курсов долларов и прочих проблем, кризисов, просто взяли и подняли на древесину, на металл, цены в 2-3 раза внутри страны. И это просто немыслимо. Я сказал там, что нужно сделать. Я эти строки в конце, после этого ролика, который вы сейчас посмотрите, мы поставим для удобства. А кто захочет целиком это мое видео посмотреть, ссылка будет в описании. И второе мое видео от 17 марта про экономическую ситуацию, вторую часть, я там тоже коснулся этой темы металла и тоже в конце покажу. Ну а теперь наслаждайтесь. Посмотрите, что сейчас будет, что вы увидите, услышите. Даже я, человек, который говорил жестко, что необходимо делать, чтобы прекратить этот беспредел, чтобы поднималась экономика, чтобы предприятия, которые используют в том числе металл, это от строительства до всего, что хотите, чтобы могли люди работать. И в тяжелых экономических ситуациях надо снижать цены, а не поднимать их. Тем более спекулятивно. И были бы какие-то предпосылки к поднятию цен. А ведь это внутреннее сырье, внутреннее производство. На газ, нефть, топливо ни на что цены внутри страны не поднимали. Так почему же, Аня спрашивается, поднимают цены? Причем порой в разы. Ну все, слушайте, вот наслаждайтесь. То, о чем я говорил, к чему я призывал правительство, сейчас свершилось на 100%. Это не в одной отрасли металлургии. Это не только там. И это даже не только, я предполагаю, по строительным материалам. Слушайте и пересылайте всем, кого вы знаете, это видео. Значит, ну я смотрю, у нас тут широкое представительство. Это очень хорошо, кстати, что здесь у нас и металлотрейдеры есть, металлосервисные организации, даже сборщики лома. Значит, что я хочу до вас довести до фактически всех. От производителей до переработчиков. Значит, товарищи производители, цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Значит, цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства. Я, например, могу сказать по горячекатному прокату. У меня информация, я потом ее проверю, которую вы дадите нам. Ваша себестоимость составляет порядка 40, с учетом чуть подросшего кокса, на 45 тысяч рублей. Ноябрьская была 43. Значит, соответственно, продавать горячекатный прокат по 72 тысяч рублей вам как бы невозможно. Максимум на цену, которую мы можем вам разрешить, ну, 20%. Может быть, 25. Значит, цены должны быть пересчитаны у всех. Я говорю цену, значит, по трем предприятиям, которые у нас есть. То же самое по арматуре, по холоднокатанному листу и по всей остальной намекатуре продукции. Значит, цены должны быть снижены. Значительно. Поэтому я прошу себестоимость, прошу все пересчитать и выйти с консолидированным предложением. Я, мне кажется, до всех сегодня это довели. Вы передайте своим акционерам, с ними еще будет встречаться министр. Я думаю, что он более подробно, без, не по видеоконференции, расскажет о том, какие последствия будут ожидать тех, кто этого не сделает. Вот это первое. Второе, значит, я хочу предупредить... Значит, второе, что вы должны сделать со своими контрагентами. Вы должны предоставить нам списки всех своих контрагентов, которые не прямые покупатели. Для прямых вы их и так должны будете съездить, для завода, для всех. Значит, ваши металлосервисы и другие организации. И вы предписываете наценку, обговорите с ними какую. Мы готовы заслужить предложение 5%, 3%, 7%. И своим торговым домам, и другим. Кто не хочет, тех с рынка нафиг. Значит, не будут работать, пусть разоряются. Или хотите, покупайте их, поглощайте. Это уже как бы ваши вопросы. Вот. Если они вас не услышат, ну, вот еще раз говорю, да, значит, с ними контракты не заключаете. Все контракты нужно перезаключить. Контракты существующие, которые у вас заключены на этот год со всеми нашими предприятиями, в основном это как раз предприятия промышленности, нужно перезаключить по тем ценам, которые мы с вами согласуем. Я вам даю время до понедельника, значит, представить нам практику своего ценообразования. Можете сговориться, как угодно. Но цена должна быть снижена. Снижена значительно. По всем видам продукции. Значит, всем посредственным организациям. Если мы выясним, что вы перепродаете дальше, придумаете схемы, по вам будет работать прокуратура и ОБЭП по всех регионах. Завтра положу региональные совещания со всеми главами регионов. Мы получим все списки всех компаний. Поэтому будете придумывать схемы, ну, соответственно, дальше уже вопрос не к нам. Значит, продукция металлургическая должна быть в стране по низким ценам. Никакие внешние рынки никого уже сегодня не волнуют и не интересуют. На внешний рынок продавайте по чем угодно. Но в стране должна быть достаточном количестве для всех. Для социальных, не для социальных, для любых. Вот. Это первое. Значит, по лому. Значит, по ломевикам тоже я вам предлагаю определиться с ценой. Либо мы вам запретим, в принципе, вывоз лома из страны и также будем регулировать цены. Значит, на сегодняшний день, если мы до этого не договоримся, подготовлена поправка, где правительству будет данное право устанавливать цены на продукцию производителей металла и на продукцию производителей строительных материалов. Тогда мы уже на правительственном уровне предпишем цены, вы по этим ценам будете торговать. Значит, будет снижение объемности у предприятий, сразу предупреждаю. И создание дефицита, кто-то там еще сократит, еще чего-то. Но это, значит, мы по каждой компании будем предоставлять соответствующую справку, соответствующую органу по той форме, по которой нас ее запросили. Вот примеры по такой схеме будем работать мы в ближайшие, я думаю, несколько месяцев. Вот. Такие решения нужно будет принять. Значит, ну, не согласные могут не соглашаться, это как бы ваше право. Соответственно, я прошу понедельнику каждую компанию дать мне предложение информации по тем ценам, которые вы будете предоставлять, и по тем договорам, как вы будете заключать их со своими контрагентами. Как с прямыми? Собестоимость я уже запросил. Как с прямыми? А, ну, естественно, ваша себестоимость, это у нас будет в режиме, значит, конфиденциальности, мы никому, естественно, ее не покажем из ваших конкурентов. Это уже наша ответственность. Мы готовы, значит, взять это на себя. И какие договорные отношения вы заключите со своими, вот, сервисными организациями? Значит, с ними вообще никакой, никаких, там, церемоний, ничего. Хотят работать, предписывайте им процент, я думаю, что это рассчитать можно, у них тоже есть себестоимость на работу с вашей продукцией, и дальше пусть работают, зарабатывают деньги. Вот пример по такой схеме. Ну что, посмотрели? Какие ваши чувства? Пишите в комментариях сейчас, какие ваши чувства? И какие у вас есть пожелания к правительству? Что нужно делать дальше? Вот напишите, что. И я, дорогие товарищи, призываю вас все-таки посмотреть мои вот эти два видео по экономической всей ситуации. А теперь смотрите, как я обещал, вот эти отрывки хотя бы. Ну, кому лень все мои видео вот эти два целиком смотреть. Итак, что же я говорил? Видео от 6 марта. А Мордашову, наоборот, нашему олигарху запретили поставки металла в Европу. То есть сталь поставлять, то есть она должна подешеветь. Ну, поскольку, так сказать, металл это больше остается в стране, а продавать за границу его нельзя, что должно быть? Подешеветь. А происходит это? Пока нет. Посмотрим, что будет. Я бы на месте правительства сказал, так, ты, дорогой друг, давай так. Значит, во-первых, отчитаться еще, почему какого-то хрена на 200-300% год назад подняли цены на металл, он внутри страны производится полностью из железной руды, угля, все свое, ничего из-за границы не везется. Это что такое? А это монополии, это капитализм, вернее, высшая его стадия империализм. В самой последней загнивающей его стадии. И, соответственно, что нужно делать? Нужно национализировать эти предприятия и заставить работать на благо, по крайней мере, государства нынешнего государства, а тем самым и народы, естественно, в том числе. Вот я утром формы из нержавеющей стали 34-й марки заказал там в одной фирме, значит, для выпечки хлеба. А, так сказать, вчера не успели мы счет оплатить, а сегодня, знаете, что произошло? За один день. На 50% подняли стоимость металла. На 50%, то есть там еще, говорит, будут поднимать. Это что такое? Это вредительство, это измена родины, их надо судить и сажать. Отнимать имущество у олигархов, вот у этих, полностью национализировать эти предприятия и, как говорится, поставить в план полностью экономики и подчинить правительству напрямую. То есть вот вы согласны с этим или нет? Напишите под видео. А то и что внутри страны, по идее, предложения должно быть больше, ну, коль за границу не водится. Ну, а почему не происходит снижение? А потому что рынка никакого нет. Вы до сих пор думаете, что рынок какой-то диктует, что рынок ничего не диктует, потому что у нас уже давно не первая, а вторая фаза капитализма, империализм, когда монополии, вот эти крупные корпорации, ввели или сговор, а когда остается одна, еще проще, и просто придерживают товар, даже если перепроизводство идут, и просто удержат цену. А то и поднимают, когда хотят, сволочи, пользуясь тяжелым положением в стране. За это нужно, как врагов народа. Национальные интересы надо блюсти. Государство просто обязано ввести постановление о ценационализации и не только всех активов иностранных компаний, которые ввели санкции против нашей страны, что, естественно, ответный. Да, я напомню, что многие вещи уже, кстати, сделаны правительством. Представляете, я это писал 25-го числа. Я вообще обалдеваю, как быстро правильные меры ввели. А также национализацию всех природных ресурсов и крупных производств, металлургии и прочее. Ну и принять постановление об уголовной ответственности, как по законам военного времени, за необоснованное спекулятивное поднятие цен на товары, которое никак не зависит от курса валют, то есть не связано с закупками за валюту. Например, древесины, изделия из нее. Вот я писал, видите, как кирпич отечественного производства, газобетон и иные строительные материалы. Да, ну и прочие товары, которые полностью производятся в России без применения импортных комплектующих и компонентов. Ну, когда с импортными, тут вопросов нет. Ну, а как иначе? Тут чудо-то человек не сделает, простой предприниматель. Так вот, чтобы мерзавцам, нагревающим руки на кризисе и проблемах народа, повадно не было. И чтобы этого самого кризиса не было, а таким образом он и не будет, если правильные меры принять. То есть вообще, чтобы неощутимо было. А это возможно. Помните также, что в нашей стране есть все, чтобы было необходимо для построения, ну, всего самого лучшего, крепкого, процветающей державы. Но только при наличии жесткой воли президента и поддержки его в этом народа. При желании правительства срочно начать такие изменения, я о них вообще еще не знал, я надеялся на это. Представляете, писал статью, и вот оно произошло. Какие были приняты в 30-е годы. Но необходимо поддержать сейчас малый и средний бизнес пока, так как наше правительство, ну, не в состоянии делать, или там промышленность наша, если она даже была вся государственной, производить все. Переориентация экономики будет, не волнуйтесь. Сегодня очень похожая ситуация с 41-м годом в плане переориентации экономики на новые рельсы, как говорится. Впервые в новом времени это на пользу стране и народу будет. Импортозамещение обязательно будет. Ситуация сейчас и у правительства, и у президента такая, что это и им жизненно необходимо, поймите. Такой ситуации не было за последние 30 лет. Неизбежно и однозначно будет и быстрая переориентация на других поставщиков с Китая, Индией, Вьетнам и других стран. Сотрудничество и товарообмен будут, не переживайте. Будет и активное ускорение развития и модернизации отечественных производств. Я советую все бизнесменам свои средства вкладывать в отечественное производство. Хватит выводить из страны ресурсы, деньги. Ну, вот сейчас, слава богу, прервали. Я этого тогда еще не знал, когда писал. Вывозить из страны. А ввозить из страны надо. Молниеносно перекрыть всю эту лавочку нужно по вывозу капиталов и денег из страны. Вот прям как в воду глядело. Вот прям сделали. Разумеется, для развития производства нужны беспроцентные кредиты. Ну, вот сделали почти с малыми процентами. Тоже хорошо. Для всех желающих развивать производство, конечно. Туго пока будет с микропроцессорами и так далее. Но разберемся, восстановим, как и сделали все полностью, отказавшись от уже импорта, так сказать, в плане космических вот этих технологий. Теперь новая индустриализация. Во-первых, необходимо упрощенное оформление бизнеса, дистанционное. То есть, чтобы никакой бюрократии, чтобы все буквально там за 20 минут можно было сделать. Снижение цен, дорогие друзья. Вот народу нужно снижение цен. А когда будет снижение цен на всякие продукты и товары? Ну, когда будет снижаться себестоимость продукции? Это же совершенно понятно. А для этого что нужно? Совершенствовать оборудование, технологии. Нужны станки. А для этого нужны что? Станкостроительные заводы, которых у нас почти нет. И крупные госпредприятия, госзаказы крупные. На чем бизнес, ну, как бы скажем так, в нормальных капиталистических странах стоит на крупных госзаказах. Линейка налогообложения, соответственно, должна быть разумная. Вот, соответственно. Но нужны-то тысячи заводов по всей территории страны. Строить заново. Это нужна новая индустриализация, которую уничтожили в 90-е годы эти враги. Нужен план развития. Жесткая программа нужна государственная. Укропнение госсектора. Национализация крупных и регионально образующих предприятий, природных ресурсов, добычи, переработки. Частный бизнес оставить пока мелкий и средний. Срочно надо открывать ПТУ. Какое принижение было к труду. Вот сейчас найти хороших там сварщиков, столеры, слесарей. Это менеджеров, как собак нерезанных, а реально рабочих людей, уважаемых. С хорошей, нужной профессией реально нету практически. ПТУ срочно. Причем прививать надо уважение к этому труду и обучению. Пропаганда престижа хороших специалистов должна быть у нас в стране развернута. Короче говоря, нужна новая индустриализация и переход, разумеется, к социализму. Так, ну а теперь, что я говорил по данной теме в видео от 17 марта. Совсем чуть не забыл сказать. А что бы я сделал на месте губернаторов? Ведь у нас есть некое самоуправление. 100% по закону. Я бы сделал следующее. Я бы собрал, будучи губернатором, сейчас глав районов, все ведомства и сделал бы следующее. Указ раздать бесплатно гектар-два, ну до гектара, ладно, любой семье, отдельно взятому человеку, кто, ну только надо подписать четко, что он обязуется уже с этой весны, пока еще можно спокойно закупить семена, там что угодно. Кстати, на это тоже кредитовать надо беспроцентно. Так вот, и выращивать на этой земле продукцию, которую потом человек сможет куда угодно продать по его усмотрению, без налогообложения, без проверок, без кассовых аппаратов. Для этого надо открыть во всех малых городках, уездных центрах, значит, рынки, ну, во-первых, рынки и так есть. Ну ладно, расширить. И свободная продажа всей этой продукции. По телевидению, местным газетам освещать, чтобы люди могли приехать и купить недорогую продукцию, чтобы ее было много. Ну и тогда уже, да, это тот самый рынок, который действительно регулирует, из той самой, еще и старой, времен Маркса, той самой экономики, где действительно вот эта конкуренция, свободный рынок, кстати, ее уже потом не было, и Ленин об этом четко писал, показав, что уже империализм и то, что работало тогда, уже этого нет. Нет, по-другому все механизмы эти действуют, и из этих реалий нам надо исходить в борьбе за права трудящихся и большинства граждан. Но это были бы меры никакие не революционные, вполне разумные экономически. Вот вы поддерживаете, дорогие друзья, вот такие меры, как вы считаете? Вот я прав, что вот надо это сделать просто обязательно. Но, конечно, важно выдать землю не просто перепродажи, кто-нибудь там что-то, нет. Вот человек должен подписать, что он обязуется, он должен подумать, как, может быть, предложение комиссию создать. Вот я бы сказал, ну вот люди соберутся и скажут, мы готовы, ну вот у нас проблемы этого, нет этого, ну давайте решать, субсидировать. Давайте, например, вот государство, там район, область выделит какие-то средства на, там, какие-то, значит, там, на вспашку и прочее. Кстати, раньше при Сталине были машино-транспортные станции, это было отдельное предприятие. Колхозы не имели тракторов, не занимались починками, на это время люди население тратили, настолько это было разумно. То есть у них был свой вид деятельности, а их нанимали колхозы, и вот с юга на север они кочевали, ну по мере весной, как вот посевная, она же не везде одинаковая по всей стране. С юга на север сбор урожая, так сказать, опять. И вот это, это настолько, вы знаете, вот об этом я сделаю отдельное видео, это, конечно, понимаете, врагам народа страна досталась, то есть враги народа предали нашу страну, и с 61-го года пошло разрушение Советского Союза, не в 90-м году, а с 61-го года, ну еще раньше на самом деле, с 56-го. Но с 61-го, просто уже в 62-м году, как показатель того, что изменили в экономике, в жизни, вот правящие круги, предатели, неотроцкисты, в главе с Хрущевым, что в Новой Черкасске рабочие вышли на забастовку, а их власть расстреляла. Никакого коммунизма уже тогда не было, а был переходный этап от коммунизма к капитализму. Со всеми вытекающими последствиями, что произошло в 90-м и в 91-м году, и вот то, что сейчас, есть прямая связь того предательства. Ну а люди, люди, что ж, многие не поняли, кто-то смирился, тогда, вроде не сразу изменения в худшую сторону пошли, но, впрочем, это тема отдельного, другого разговора. Ну что ж, я надеюсь, вам было приятно все это смотреть, и новости у меня хорошие на сегодня. Пожалуйста, под видео пишите все, что вы думаете на эту тему. И, кстати, если есть желание, напишите, о чем бы мне еще сделать видео, какой разбор, или, как говорится, какие ЦУ дать правительству. Ну вот, скажем так. Субтитры сделал DimaTorzok